При раскопках в Помпеях и Геркулануме было обнаружено множество предметов разного происхождения, в том числе загадочного назначения. Например, еще в 1760-х годах здесь был найден уникальный артефакт в форме окорока. Изначально считавшийся амулетом или украшением, недавно профессор К. Парслоу из Уислианского университета в США доказал, что это на самом деле миниатюрные солнечные часы, предназначенные для измерения времени на широте Помпей. Некоторые сторонники альтернативных исторических теорий считают, что некоторые находки в Помпеях противоречат официальной хронологии. Например, стеклянный круглый стакан прозрачного стекла вызывает удивление у тех, кто мало знаком с историей, поскольку считается, что прозрачное стекло стали производить только в Европе в XIV веке. Однако на самом деле, уже в XIII веке Роджер Бекон занимался производством не только прозрачного, но даже оптического стекла, которое было особенно чистым и подходило для изготовления научных приборов, несмотря на то, что многие секреты античных стеклоделов были утрачены. Археологи регулярно находят различную посуду из прозрачного стекла, включая не только древнеримскую, но и более раннюю эллинистическую. В античности технология изготовления стекла не была секретом, при раскопках древнеримских поселений были обнаружены целые сервизы, состоящие из множества стеклянных предметов. Стеклянная амфора II век. До нашей эры. К началу I века N. Э. Производство посуды из стекла с разной степенью прозрачности, дорогая изготавливалась из качественного материала, а более дешевая, из стекла с примесями или с зеленоватым бутылочным оттенком, стало массовым, и наличие такой посуды в домах древнеримских жителей не вызывает удивления у серьезных исследователей. Образцы посуды, найденные в Помпеях, первый век. N. Э. Представим пример того, как можно создать сенсацию из практически любого факта. Недавно на одной из стен домов в Помпеях была обнаружена фреска. Этот предмет мгновенно узнает любой человек. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.